Здравствуйте! В эфире телеканала ЖИТУСУ новости в студии Гульмира Тимиргалиева. Сурдоперевод обеспечивает Мараджу Мабеков. И в начале выпуска коротко о главном. Сурдоперевод обеспечивает Мараджу Мабеков. Полностью исключить бумажные справки намерены в Казахстане в следующем году. Уже до конца года цифровизацию госуслуг намерены довести до 90%. Эти и другие важные вопросы обсудили на правительственном селекторном совещании под председательством премьер-министра страны Оскара Мамина. Согласно отчету на сегодня в реестре Республики Казахстан 698 государственных услуг. 85,5% из них оказываются в режиме онлайн. Для развития цифровизации в стране внедряются технологии блокчейн. Новая функция позволит значительно сократить время оказания госуслуг и исключить возможность передачи данных третьим лицам. Кроме того, разработали и альтернативу ЭЦП. В скором времени получить услугу будет доступно посредством биометрических данных, через отпечаток пальца или распознавание лица. Соответствующая работа проводится и в Алматинской области. С начала года оказано 3,5 миллионов услуг, порядка 3 миллионов из них в электронном виде. По итогам 2019 года ЖТСУ входит в тройку лидеров по внедрению цифровизации в стране. В нашей области, согласно списку, оказывается до 170 видов услуг. Для исполнения поручений главы государства мы провели около тысячи встреч и семинаров. Охват составил 905 тысяч человек. Для более усиленного темпа развития цифровизации проводится соответствующая работа. До конца года намерены довести до 90% предоставления госуслуг в электронном формате. На сегодня ведётся работа по автоматизации 28 услуг. Не менее важная тема повестки дня – маркировка и прослеживание товаров. Руководство страны уже ввело обязательную цифровизацию меховых изделий и табачной продукции. А также запущен пилотный проект по маркировке лекарств, алкоголя, обуви и молочной продукции. Это делается для сокращения коррупции и теневой экономики. Кроме того, потребитель может отсканировать QR-код продукта и получить о нём информацию. Согласно статистике, за 10 месяцев дополнительные поступления таможенных пошлин составили 132 миллиарда тенге. А всего до 2025 года общий эффект может превысить 2,6 триллиона тенге. 30 значимых проектов в преддверии празднования 30-летия Дня независимости нашей страны В Алматинской области в рамках месячника с 16 ноября по 16 декабря состоится презентация 30 социально значимых объектов. Перечнем тематических мероприятий поделился заместитель Акима области Рустам Али. Как отметил спикер, один из главных наказов главы государства – держать в приоритете не праздничные мероприятия, а проблемные вопросы региона. В Алматинской области к этой задаче подошли со всей ответственностью. На сегодня результативно решен вопрос занятости населения. По программе «Дорожная карта занятости» трудоустроено почти 21 тысяча человек. Свыше 105 миллиардов тенге затрачено на осуществление 1051 проекта. В рамках программы «Нурлыжол» более 1400 жителей области обретут жилье. Кроме того, планируется ввод из 134 коттеджных домов. На стадии завершения строительство семи городских и районных физкультурно-оздоровительных комплексов на общую сумму 3,4 миллиарда тенге. Апогей месячника – открытие Олимпийского бассейна в городе Талдыкурган. На его строительство затрачено свыше 11 миллиардов тенге. Было озвучено главой государства Касымжимар Кемельчим Токаевым задачи не праздновать 30-летие, а ориентироваться в первую очередь на создание рабочих мест, на трудоустройство. И максимально комфортного сосуществования наших граждан во всех регионах должны создаваться условия. Область запускает акцию Тауэль-Сидзакет-Арту в течение 30 предстоящих дней до празднования Дня Независимости. Будет сдано более 100 объектов, будет проведено столько же мероприятий. Но в первую очередь мы акцентируем на крупные объекты. Это около 30 крупных объектов, 26 объектов и крупных идеологических мероприятий. В Талдыкургане завершается четвертая очередь газификации. В целом по области охвачено порядка 144 населенных пунктов. Повышенное внимание уделено и сфере здравоохранения. До конца года по области будет построено порядка 17 медучреждений. Уже сданы в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. К слову, еще 13 амбулаторий будет введено в строй в рамках государственных программ. Состоится и молодежная премия Кошпашэ под эгидой Года волонтеров. Завершит месячник ежегодная премия Акима области СамГАУ среди журналистов. Отметим, проведение мероприятий пройдет как в офлайн, так и в онлайн-режиме с соблюдением всех санитарных норм. Подытожил встречу Рустам Али. В Алматинской области стартовал прием заявок на присуждение молодежной премии Кошпаша 2020. Претендентами на ежегодную награду Акима области могут стать участники в возрасте от 14 до 29 лет. Компетентное жюри будет определять победителей по номинациям. Лучший молодой специалист сельского хозяйства, лучший молодой военнослужащий, лучший молодой журналист, лучшая молодая семья. Всего 20 различных номинаций. В настоящее время уже поступило более 270 заявок. Претендент должен подготовить портфолио с достижениями. Прием документов будет осуществляться до 12 часов дня 20 ноября. Награждение престижной премии состоится 27 ноября. В портфолио должно быть достижение участника, биография, рекомендательное письмо от организации, где трудится претендент. Эксперты выберут самых достойных кандидатов и определят победителей. Подобные конкурсы дают большой стимул молодежи в дальнейших достижениях. Поликлиника на колесах. 12 передвижных медицинских комплексов начали свою работу в Алматинской области. Их внедрение позволило решить проблему доступности медуслуг в отдаленных регионах. Стоимость одного такого мобильного пункта обошлась бюджету в более чем 150 миллионов тенге. Но, как говорят специалисты, нет ничего дороже здоровья людей. Подробности в сюжете. Передвижной медицинский комплекс или так называемая в народе больница на колесах есть в каждом районе Алматинской области. В сравнении со старыми мобильными центрами новые оснащены современной цифровой аппаратурой. В специально отведенных зонах ведут прием узкие специалисты. Гинеколог, врач общей практики, специалист УЗИ, лаборант и рентгенолог. Благодаря этому возможен одновременный прием сразу пяти человек. Воспользоваться медуслугами передвижного комплекса могут и люди с особыми потребностями. Стоит отметить, медперсонал здесь работает в специальных защитных костюмах и с соблюдением всех санитарных требований. Передвижной медкомплекс был выдан нам в конце октября. С начала ноября мы приступили к работе согласно утвержденного графика. Наша работа основана на принципе оказания первичной медико-санитарной помощи жителям отдаленных аулов. С во сне утра каждый желающий может получить любую консультацию или услугу. Будь то УЗИ, рентген или сдача анализов. Большое внимание уделено и людям с особыми потребностями. Для их удобства комплекс оснащён транспортировочной площадкой. Безусловно, запуск мобильных медкомплексов искоренил проблему доступности медицинских услуг в отдалённых населённых пунктах. Внедрённые с 3 ноября текущего года передвижные медпункты уже пользуются широкой популярностью среди населения. Комфорт, качество и мобильность так характеризуют жители районов больницу на колёсах. Обратилась в медицинский передвижной комплекс, прошла сразу несколько специалистов, сдала моментальные анализы, получила нужные мне консультации. В принципе, вполне довольна. Очень здорово, что у нас имеется такой передвижной центр. Сроки пребывания медицинского комплекса в том или ином регионе зависят от численности населения, говорят специалисты. Однако, несмотря на текущую ситуацию, количество пациентов, желающих пройти обследование в мобильном комплексе, растёт в прогрессии. В 3 ноября мы находимся в селе Бахтыбай с населением порядка 8 тысяч человек. Сегодня завершаем работу здесь. Ежедневно мы принимали около 150 человек. Из-за пандемии количество пациентов в иной день доходило до 400. Современные генераторы энергии позволяют мобильным медпунктам работать в круглосуточном режиме, что немаловажно в период пандемии. Мы его называем поликлиника на колёсах. Это комплекс современного медицинского оборудования. В Ескельдинском районе имеется 10 округов сельских, где непрерывно функционирует данный медицинский комплекс. Сейчас их количество новых 12 по области. Также имеется у нас 5 передвижных комплексов. Это на базе КАМАЗ, которые уже функционируют в течение 5 лет и показали очень хорошие результаты. Наряду с этим областная станция скорой помощи намерена обновить автопарк на 80%. В этом году уже приобретено порядка 107 автомобилей. До конца года ожидается пополнение ещё на 45 единиц авто. Это позволит довести число бригад скорой помощи до 206. В планах и приобретение реанимобилей класса «С» врачебным бригадам для оказания неотложной медицинской помощи. К слову, количество неотложек, прикреплённых к поликлиникам, в этом году стало на 28 больше. Более 1700 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на трассах Алматинской области с начала текущего года. 260 ДТП с летальным исходом. По словам полицейских, большая часть из них произошла из-за нарушений правил дорожного движения. Согласно статистике, основные причины аварии – превышение скоростного режима, вождение в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу. В связи с этим, полиция Алматинской области намерена усилить работу по сокращению ДТП на трассах республиканского значения. Для этих целей будут использоваться автомобильные радары и фоторадарные комплексы Крис-Пи. Только за сутки с помощью вышеуказанных технических средств выявлено более 200 нарушений скоростного режима. Также хочется обратиться к водителям. В связи с приближением зимнего периода и ухудшением погодных условий, в целях безопасности просим своевременно поменять летние шины на зимние. Соблюдайте правила дорожного движения, ведь это наша с вами безопасность. В Алматинской области задержали группу браконьеров. 14 ноября в ходе совместного рейда природоохранной полиции с инспекторами лесного хозяйства или Алатауского национального парка в Тургенском ущелье задержаны 4 жителя поселка Тургень Инбикши-Казахского района. Задержанные лица в возрасте от 30 до 52 лет, сообщают на странице областного департамента полиции. Согласно данным, у подозреваемых изъяли зарегистрированное нарезное оружие и тушу косули. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 337, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Автомашина водворена на специализированную стоянку. В процессе расследования по делу назначены соответствующие экспертизы. Сумма материального ущерба определяется. Предупрежден, значит вооружен. Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Жамбылского района провели рейд в райцентре. Они предупредили жителей села Узанагаш о мерах безопасности в отопительный сезон. В осенне-зимний период жители региона топят печи в частных домах и на дачах, используют электронагревательные приборы. В связи с этим спасатели напомнили жителям районного центра об элементарных правилах пожарной безопасности и основных причинах возникновения пожаров. Также они вручили памятки с рекомендациями на случай возгорания. В начале текущего года на территории Жамбылского района зарегистрировано 206 различных случаев возгорания пожара. В основном это происходит в дачном и частном секторах. С целью проинформировать население и напомнить правила безопасности, каждую субботу мы проводим подобные рейды совместно с пожарной службой и неравнодушными волонтерами. В ходе рейдов в основное внимание уделяется устройству печей и дымоходов. В случае их неисправности жильцам дают рекомендации по устранению недочетов, а также памятки. Владельцам частных домов огнеборцы и спасатели настоятельно рекомендуют установить датчики природного и угарного газа. И главное – держать их в исправности. С 15 августа мы уже начали обходить жилые дома социальных условий населения, поскольку это у нас приоритет на данное время. После 15 августа, с 15 сентября уже обходим все жилые дома, независимо от социального положения. На сегодняшний день у нас в этом году пока пострадавших, к счастью, нет. Но, надеюсь, и не будет. В связи с этим мы усиливаем профилактические мероприятия. Спасатели настоятельно призывают граждан серьёзнее отнестись к подготовке жилья и при домовых территориях к зимнему времени года. Так как с наступлением холодов увеличивается количество электронагревательных приборов, включённых в сеть, что приводит к перезагрузкам электросети. Возникают пробои изоляции и короткие замыкания, поэтому каждый домовладелец должен проверить исправность электропроводки, розеток, выключателей в жилье и на дворных пристройках. Кроме того, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Проверить их исправность заделать имеющиеся трещины в печи и дымоходе. Помните, нельзя разжигать печь легковоспламеняющимися жидкостями. Необходимо устанавливать оборудование по требованиям пожарной безопасности и содержать электропроводку в исправности. Эти простые правила уберегут вас и вашу семью. Аделя Кжаркенова, Ерболат Антелов, телеканал ЖИЦУ. 15 лет ждут строительства моста через реку Сырдарья, сельчане в Казаладинской области. Все эти годы связь с внешним миром им обеспечивает старая понтонная переправа Карлан, на функциональность которой зимой влияет ледостав, лето маловодие, а весной половодие, сообщает Хабар-24. Люди вынуждены добираться до районного центра в объезд. Там административный центр, пахотные земли, работа и больницы, куда попасть можно лишь сделав крюк в 30 километров. Проблемный вопрос строительства нового моста поднимается не первый год. Специалисты районного отдела ЖКХ утверждают, в 2018 году на подготовку технико-экономического обоснования из областного бюджета было выделено 20 миллионов тенге. Еще 95 миллионов будет потрачено на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы. Эти работы планируется выполнить в следующем году. Сейчас 15 миллионов тенге от указанной суммы уже получены из областного бюджета. Новые технологии в сельском хозяйстве применяют жители от Рарского района Туркестанской области. Треть почв там подвержена засолению и площадь таких земель растет с каждым годом, отмечают специалисты. Но местные фермеры даже в таких условиях выращивают бахчевые и злаковые культуры. Соль на поверхности земли в от Рарском районе можно встретить буквально на каждом шагу. Это результат скапливания и подъема уровня подземных вод. Казалось бы, зелень на такой почве не растет. Однако местные фермеры сумели приспособиться к непростым условиям. Они отмечают, что на 10-сантиметровой глубине земля мерзлая, но не пропускает воду и воздух. Поэтому раз в 4-5 лет они проводят глубокую обработку почвы. Перед возделыванием почва посыпается фосфорным удобрением, разработанным Институтом почвоведения. Оно помогает семенам лучше расти в условиях засоления. 11 единиц техники на 108 миллионов тенге закупили в товариществе Уштобинске. Крупная компания занимается выращиванием риса и еще пяти наименований продукции, часть которой уходит на экспорт. Несмотря на пандемию и засуху, компания намерена только увеличивать объем производимых продуктов. Что именно будет предпринято для достижения цели, узнаем из материалов сюжета. Площадь сельхозугодия этого предприятия почти 1300 гектаров. Ежегодно с полей собирают по 300 тонн кукурузы, сои, пшеницы и ячменя. Однако основной продукт компании – это рис. Засуха и пандемия оказали негативное влияние на рисовоческую отрасль. И для ее развития здесь открыли сервисно-заготовительный центр. В этом году урожай риса здесь составил 2000 тонн с 500 гектаров. Основной рынок сбыта – это Алматы и Алматинская область. По сравнению с прошлым годом, в связи с проблемой полива и воды, урожая было собрано чуть-чуть меньше. Но мы достигли своего плана, не отступились от наших прогнозов. В СИЗО мы обеспечиваем работу 70 человек. В планах есть увеличение посевов площадей, также обновление рисоружки, оборудование, которое перерабатывает рис. И с использованием новой техники и новых технологий увеличить урожайность посевов риса, кукурузы, сои. Выращиваемая здесь кукуруза отправляется на экспорт. Для развития этой и других отраслей продукции предприятия работают более 50 единиц техники. Рустам Моробаев, Айдос Калиев, Телеканал «ЖИЦУ». Компания «Модерна» заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна почти на 95%. В ближайшие недели производители рассчитывают зарегистрировать препарат. В испытаниях приняли участие 30 тысяч человек. Из них одна половина получила две прививки с вакциной, другая половина – плацебо. Среди тех, кому вкололи реальный препарат, коронавирусом заразились всего 5 человек. И ни у одного из них не развилась тяжелая форма COVID-19. Среди тех, кому ввели плацебо, 90 человек сдали положительный тест. И у 11 болезнь протекала с осложнениями. В «Модерна» также отметили, что большинство участников испытаний перенесли вакцинацию без каких-либо заметных побочных эффектов. Однако пока без ответов остаются несколько важных вопросов – как долго сохраняется иммунитет при использовании вакцины «Модерна» и насколько она эффективна для пожилых людей, для которых коронавирус наиболее опасен. Очередное спасательное судно прибыло в порт Аргенегин. С августа на Канарские острова были доставлены таким образом около 15 тысяч мигрантов. На ненадежных лодках, надувных и деревянных, они пускаются в плавание через Атлантический океан, чтобы добраться до южных ворот Европы. Это удается единицам. Большинство лодок терпят крушение в пути. И тонущих людей берут на борт спасательные суда. На пристани, где уже не осталось ни одного квадратного метра свободной территории, сотнями мигрантов оказывается первая помощь. В качестве временного решения некоторых отправляют в отели, где они проходят тест на COVID-19 и остаются в карантине. В квартирах и отелях на островах размещены около 4 тысяч мигрантов. Однако сейчас здесь один из самых низких показателей числа инфицированных коронавирусом. Белорусские власти потребовали от Польши выдать создателя телеграм-канала «Некста». Их намерены привлечь на родине к уголовной ответственности. 20 октября тексты «Некста, лиф» и логотип «Некста» были признаны в Беларуси экстремистскими материалами. Вскоре после этого название канала было изменено на «Некста, лиф». Дополним, телеграм-канал набрал популярность вскоре после выборов в Беларуси и начала акции протеста. За сутки аудитория телеграм-канала увеличилась на 400 тысяч человек. Администраторы регулярно публикуют кадры с демонстрации и доказательства полицейского насилия. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин